Окей. Ну, хорошо. Сегодня у нас немножко необычное занятие. Мы разбираем интервью, которое было с Раум Шерки на 14-м канале. 14-й канал – достаточно новый канал. Есть 11-й, 12-й, 13-й кончается. Он отличается от всех остальных, потому что он явно право направления. У него сейчас, как говорят, большой рейтинг. Народ его смотрит. Мы сами тоже, когда мы смотрим новости и всякие интервью, мы в основном смотрим его. Все остальные каналы более-менее однозначно против правительства в той или иной степени. В общем, говорят более-менее одно и то же. Здесь тоже говорят одно и то же, поскольку это другое направление. Но, во всяком случае, здесь это гораздо более интересно и оживленно. У них каждый день в 9 часов есть такая называется панель, то есть такой круглый стол, где сидят более-менее постоянные люди. Есть как бы правы, но есть какая-то часть, хотя бы один, который, ну, хотя бы от центра Ливия, скажем так, чтобы было какое-то разнообразие. И у них есть приглашенные гости. Ну, вот, соответственно, в этот раз приглашенным гостем был Раф Шерки. Значит, общий интервью с ним, оно называется, вот, видите, здесь написано. Давайте, может быть, начнем, как бы, чтобы не только я читал, да, а, как бы, Ань, вот ты можешь почитать название. Так, где название, смотрите в видео. Тут на рюмбукме написано «Ницахон брух-яудит», «Брух-яудит». Так, «Брух-яудит», «Мау», «Амусар», «Айгудит», «Аймитит», «Шацарих», «Леговиль», «Эт», «Лохамэйну», «Безде», «Акрах». Замечательно, можно перевести. Так, какова мораль, мораль еврейская, истинная еврейская мораль, которая должна, Леговиль, как это, использоваться, выпадать? Ну, Леговиль, вести. Вести, вести, то, Хамэйну, нашу войну. Нет, наших солдат. А, наша армия, наши солдаты на поле битвы. Правильно. Значит, поскольку здесь, как бы, есть, как бы, встроена интонация, и все время, которые понятны людям, которые, ну, как бы, теми все время слушают. Правильно? Поэтому я, не слишком вдаваясь в это, и не слишком вдаваясь, ну, как бы, в общую актуальность, и все, потому что достаточно очевидно и понятно, что будет быть в Рафшерке. Тем не менее, такие вещи, которые мне будут казаться, что они не сразу могут быть понятны людям, которые не слушают это каждый день. Ну, и почему написано «Амитит»? Ну, потому что есть большой, как бы, спор, что такое мораль, в том числе еврейская мораль. Например, и помощь врагу во время сражения, разделение населения на то, которое участвует, то, которое не участвует. Ну, вот это, вот, это, вот, это, вот, как бы, тема, да. Почему? Потому что, как бы, правая сторона, она очень против того, чтобы давали гуманитарную помощь, и в огромное количество, против, в то время как, и перечисляется, что, как бы, с нами происходит. В том числе, наши заложники, и пятый десяток. Поэтому, только по этому слову «Амитит» здесь, это имеется в виду, что Рафшерке будет говорить то, что в глазах, ну, вот, ведущего этого канала, этого направления, считается настоящей еврейской моралью, а не, скажем, вот такой, как бы, фальшивой, которая представлена в других местах. Хорошо? Значит, давайте мы будем делать так. Будем слушать, да? Не знаю, как это правильно делать. Значит, либо я буду повторять, либо кто-то из вас повторять, наверное, то, что будут говорить, фразы. Ну, и потом, как бы, наверное, ну, с одной стороны... Можно же текст открыть, я у меня вот открыл текст. Текст вот есть, вот текст будет все время... У меня открыть текст. Да, ну, во-первых, можно открыть, а потом текст будет в качестве субтитра, будет все время текст. Так что, как вам удобнее, и, как бы, с одной стороны, слушать слухом, а с другой стороны, и, как бы, вспомогательно читать то, что будет написано. Поскольку это автоматические субтитры, то иногда они могут ошибаться, ну, значит, мы будем исправлять. Хорошо? Окей. Ну, тогда начнем с самого начала. Окей. Что говорит ведущий? Пожалуйста, читай. Не хочешь? Кто не хочет читать? Кто читать должен, я не понимаю. А, подожди. Он сказал... Ну, он сказал... Эреф как там... Эреф Том. Вот то, что здесь... Эреф Том. Что там он сказал-то? Лера Хуишерки. Йошеф Рош Бритулам. Да, Йошеф Рош Бритулам. Дуровый вечер у Решерки. Кто он такой? Йошеф Рош. Йошеф Рош – это председатель по-русски. Глава правления, что-то типа того. Ну, председатель по-русски, хотя, не знаю, говорят сейчас. Председатель Бритулам. Да, Бритулам – это, как бы, известная организация, которая занимается универсальным аспектом аудоизма, в том числе развивает тему Бнаеноха, дни евреев, которые, как бы, занимаются университетом, принимают на себя церковь. Ну, как бы, известная тема. Окей? Следующая. Ну, ладно. Бритулам, туда же, чтобы это подвел тему. Я сделал специально немножко замедленнее. Если, как бы, мы увидим, что это мешает, то можно сделать нормально. Значит, Раф, отвечай, что Раф отвечает. Шалом, Враха. Ураха. Да. Типа, спасибо, мир и благословение, типа того. Да. Раф говорит, Спасибо, что вы пригласили, что пригласили. Да, ну, не приняли, конечно, не приняли, а в смысле, что вы меня пригласили, что вы меня, да, берете. А, он говорит, что этот вот ведущий говорит, шалом, туда же бата ле патриотин. Спасибо, что пришел к патриотам. Патриотам, эта программа называется патриотом. Ну, как бы патриотом. Пришел на патриотов. Да. А Раф отвечает, спасибо, что приняли меня. Да. За приглашение, в общем, короче. Да, окей. Окей, следующее. Как вы поживаете в это время, в эти дни? Окей, да. Если, как бы, очевидно и все прочее, то можно и не читать, если это понятно. Вот тут я не поняла момента. Он говорит, эх, умри. Ну, говорит, ну, как сказать? Как сказать? Ну, говорит, как тебе сказать? Ну, как тебе? Это же, как бы, такая вещь вольная. Он говорит, ну, как тебе сказать? Дальше говорит такую стандартную фразу. Шломик и шломами. Шломик и шломами. Мой мир, как мир... Да, ну, как бы, я себя чувствую, как чувствует народ, потому что, опять, скрытые бульные... А вот предыдущая фраза, подожди, предыдущая, просто смотрю в титры. Эх, умри, мзэ, шэ, бэ, бла, бла, ну, блуна, 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 какая луна, на луне? Да. Это он что-то, или что-то чуть-чуть назад. Шаблона, эм, шомики. Шаблона. Он говорит, эх, умри. Да, шаблона. А, шаблон, типа, как шаблон. Ну, это стандартно, как принято говорить. А, аж как принято, шаблонно. А, вот, вот, чтоб все понимал. Да, шаблоника шла маме. Почему он так отвечает? Потому что, ну, как бы, сейчас не очень понятно, когда тебя спрашивают, особенно, как бы, человека такого как раз спрашивают, Машломха. Ну, потому что стандартно в Израиле принято говорить, потому что в России, насколько я помню, говорили нормально, да, в Израиле стандарт нет беседа. Ну, как бы, сказать сейчас беседа, когда все не беседа, то очень тяжело. Поэтому он, ну, вот он, как бы, такую придумывает некоторую округлую формулировку, шло миг, шло маме. Ну, как бы, понимаете сами, поскольку, как бы, народное самочувствие сейчас не очень, да, ну, соответственно, и я, как бы, себя так чувствую. Ну, как бы, отбил, да, следующее. Шло маме. Ну, как бы, я думаю, что мы сейчас, ну, под куфами Аньенет, ну, как бы, в интересное время, получается. Ну, да, 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 ну, Аньенет, да, интересно, да, прям интересно здесь, что он не поместит. Дальше. Значит, ты знаешь, что есть китайское проклятие? Шетюхиен, боткофами Аньенет, чтобы жить тебе, ну, как бы, в интересное время. В интересное время, ну, там, типа, в такое вот переменчивое время. Ну, да, ну, да, но это юмор такой. Я не знаю, есть ли такая, действительно, все это самое, но, наверняка, раб подготовил. Ну, наверняка есть, чтобы ты жил в интересное время, типа того, что это, типа, ну, клала, все-таки, как бы, ну, проклятие, но не совсем, по-русски проклятие, ну, типа, такое недоброе пожелание, да, чтобы тебе жить в интересное время, типа того, что, в общем, спокойно не будет. Окей, дальше идем. Да. Да. Так, так, вирушем, мы шатвичейт, כן, и меот меоненит, меоненит. Да, она, 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 время, действительно, очень интересная. Да. Как ты думаешь, что народ Израиля в этой ситуации, он силен или он слаб? Да, правильно, да, 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 правильно, сто процентов. Это, как бы, он дает ему глобальный вопрос, потому что, как бы, общая идея – это руахам, какое настроение в народе, то есть, как бы, фактаж, все знают, что происходит, правильно? Ну, важно, как бы, специфизм, как Раф это оценивает, какие, как бы, какие у нас шансы, на чем мы держимся. Руахам – это народный дух, ну, как-то, ну, да, как по-русски тоже так переводится, да? Дальше. Настроение, да, настроение. Настроение, да, поэтому то, что он хочет узнать, он хочет знать у Рава, как с точки зрения Равина, надо относиться к происходящим событиям, вот это, как бы, основная цель этого интервью, да? Да, ну, вот тут уже появилась следующая надпись, по-моему, этого еще мы не слышали. Так, окей. Так, сейчас борьба, сейчас посмотрю, как это все написано. Как ты, как ты, как бы, Митрашем, как ты… Ну, Митрашем, в смысле, какое у тебя впечатление? Ну, да, ну, по-русски, как ты впечатляешься, поэтому, как бы, перевод такой, ну, как тебе вообще, как тебе представляется? Мы в середине, во время, в середине войны, в центре войны. Ешпо меавак меотгадоль ахавра айсраэлит. Айсраэлит, правильно. Так, еш, ну, как бы, здесь есть сильная борьба в обществе, в израильском обществе. Я думаю, за израильское общество. Не за израильское. Разные силы хотят, разные силы хотят, как бы, в это сложное время продвинуть израильское общество в том направлении, которое им представляется правильно. Вот здесь вот написано, вот следующее, то, что он скажет, мне кажется, это автоматический перевод неправильный. Вот следующее. Вот, хевра айсраэлит, ты сказала, правильно? Цевьон, я думаю, что здесь автоматический перевод неправильный. Здесь должно быть цево от слова краска. А именно, ну, не как бы, какая краска, а когда говорят, какой цевьон, это имеет в виду, какой облик, какой образ. Это вот под словом цево, да? Вот, но то, что здесь написано цевьон, я думаю, что это практически 100%. Что-то автоматический перевод. Неправильный цевьон, стоять от слова цево, краска, да? Идем дальше? Так, да. Так, сейчас. Так, вот так, мы вот. Вот зэбалый, дэй битуй. Дэй битуй, как бы, это идет или через, ну, почему? Нет, это выражается, это стандартное выражение. Дэй битуй, это выражается, гамма-политит, это выражается и в политике, в обществе, в общественном. В социальном, да, социальном. Хевротит, гамма-филу, мусорит. И даже морально, да. Морально, да. А что это? Вот это вот зэ, это это. Что это? Это маавак. Это борьба внутри израильской общей силы, которые хотят потянуть в свою сторону, и это имеет отношение в аспектах и политическом, и социальном, и даже мусорит, ну, можно сказать, этическом, моральном, как угодно. Не знаю, если, скажите вы, если сильная разница в современном русском языке между словом моральным и этическим. Да, морально, по-моему, это типа морально, правильно, этический, это что-то такое. Здесь все-таки, когда говорят мусорит, насколько я понимаю, это больше, ближе к тому, что по-русски говорится этический. Мне кажется, потому что морально это морально. ОК? Дальше следующее, ОК? Угу. 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 Как Раф ему отвечает? А, это кризис-роз. То есть, как Раф отбивает? Раф отбивает так. Предположим, что ведущий хотел его по-простому спросить. Как ты смотришь на ситуацию? По идее, человек мог сказать, либо плюс, либо минус. Он мог сказать, все ужасно, мы кончаемся. Либо он мог сказать, все замечательно, мы победим. Окей? Значит, Раф выбирает, я не хочу сказать компромисс, но не выбегает некоторый более сложный подход. Он ему как бы говорит, смотри, ты как ребенок спрашиваешь, либо хорошо, либо плохо. Ты смотри как бы в общую картину. Мы находимся в процессе роста. В процессе роста бывают кризисы. Как бы спокойнее, ребята, мы растем, происходят кризисы. Это нормальная ситуация. Мне кажется, это такой тон Рафа, когда он отвечает на вопрос ведущего. Хорошо? Так, Ань, мы дадим кому-то другому, правильно или нет? Да, 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 конечно. Ну да, хорошо, Арселан, вот пиум мне следующий, да? Будем дальше читать, хорошо? Давайте, давайте. Что-что? Да-да. Да-да, беседр гамот, все, будем плачь по фразам. Он сказал, медубар бе хевра, шибе мету верет талталот, меот рецениот. Как это перевести? Сказано в обществе, да? Речь идет, речь идет об обществе. Речь идет об обществе. Да. Который по-настоящему проходит. Который действительно переживает, проходит. Талтела, слово ле талтель. Ле талтель, ле талтель. Это, ну, как бы по-русски это типа потрясения. Хотя, опять, для слуха такого и для слуха такого, всегда как бы еврид, он как бы воспринимается как некоторое стандартное слово. Но, с другой стороны, для уха, как бы, которое, в общем, в нем есть аннотации с традиционным эвритом, да? Если ты с эвритом текстов, то понятно, что такое металлтель. А слово-слово талит, например, да? Есть мусак, термин понятия, а именно вещи, которые называются металлтелем. Металлтелем – это которые переносимые вещи. Есть вещи, которые таскают, есть вещи, которые не таскают. Например, грубо говоря, как я понимаю, шкаф или дом, его тащить нельзя. А вот милтелем – это вещи можно носить. Например, там зап... Почему нельзя в субботу накладывать филин? Правильно? Почему? Потому что, например, боялись, что люди из-за того, что они будут накладывать филин, они будут пакетик с филином, будут носить из одного места в другое и нарушать заповедь тхун-шаббат, что в субботу нельзя проходить определенное расстояние, если нет специально сделанного ограждения. Это называется металлтелем. Но в современном ритме металлтель – это такие, ну, не потрясающие, но близкие к этому события. То есть потрясающиеся, еще более сильное слово. Но металлтелем – это в смысле, что вот это вверх-вниз, туда-сюда, не стоящие на месте. Окей? Вот он и говорит. Вот металлтелот – это вот эта вот амплитуда. Да? Но вот рециньон. Очень серьезный. Хорошо? Следующая фраза. Читаем. Окей, дальше. И в конце этого слова? Ну, в конце концов. В конце концов, в конце концов, да. Ламрот – это всегда несмотря, сто процентов. Несмотря на что? Несмотря на все, что говорится? Несмотря на шумные вещи. Ну, в смысле, шумные вещи – это, не знаю, придумайте сейчас слово не шумные, а как бы громкие. Те, которые делают рауш, от которых, как бы, большой эффект, и шум идет, и все. Окей? Где? Барешет. Ну, опять, он вот в своем иноябре. Ну, да. То, что это называется в сетях. Это означает, что то, что, как бы, публика хавает, грубо говоря. Потому что раньше это были газеты. Ну, а теперь, в основном, народ, как бы, сидит везде во всем мире, в США, и в Израиле, сидит, как бы, в сетях и питается информацией в сетях. И там публикуют вещи, которые создают большой шум, большой отклик. Да? Вот это называется дебурим раушиим. От слова раш, да? Теперь дальше. Они, вот эти вот дебурим раушиим, принадлежат кому? Квудсот, цаако, не йод. Что это означает? Квудсот, ну, как бы, товарищество, что ли? Ну, смотри, говорите просто по-прямому, как это вам кажется. Квудсот – это грубый, правильно? Вот, цаако, не йод – это слово «кричать», то есть кричащий групп. Грубо говоря, что есть даже не отдельные люди, а есть группы, которые хотят продвинуть свою, то, что называется, адженда, свой подход, свою модель. И они, цаако, не йод, они кричат, что значит, кричат, создают много шума. Это означает, есть много постов, есть много комментов. Они делают специальную большую работу в социальных сетях для того, чтобы создать это. Понятно, что Раф здесь, он как бы отсеивает это, и уже вначале он говорит, что, смотрите, то, что вам представляется, что вообще тут, сейчас апокалипсис, все кончается и все, это не совсем так. Есть группы, кричащие, создающие много шума, да, которые находятся в Решеке. Ну, понятно, что после этого будет оваль, но, вот сейчас будет но. Да, что он говорит, без фошельдавар есть эзэши солидарию. Ну, в конце концов, есть, так, что там, эйзэши, это какая-то, какая-то, какая-то солидарность. Есть какая-то солидарность. То есть, одно из, наверное, Раф представил картину, что есть группы, которые создают, аж, вот эти группы друг с другом дерутся, грубо говоря, в сетях, все. Одна из главных проблем в Райскурсе сейчас, как бы, ну, она считается сейчас наополагающей, это называется единство народа, да, или это, или говорится, солидарию, да. Например, везде, где бы вы были, где вы едете, всегда висят такие, ну, скажем, фундаментальные призывы, которые называются бы яхотно на цель, вместе победим. Ну, и считается, что, как бы не считается, что одна из главных проблем в обществе, это дикая расслоенность. Я не говорю, просто на правых, на левых, да, и это самое главное. Ну, и вообще всяких отдельных групп. И это доходит до того, что есть жуткие демонстрации, и все, и поскольку общество демократическое, даже во время войны и военных действий, в теме и не проходят демонстрации, и все, и там всякие осуждения правительства, и пятое-десятое. Но вот Раф говорит, что, несмотря на это, есть ощущение некоторой общей солидарности. Окей, дальше. И как чувствуется, да? Итхуша – ощущение. Итхуша – это ощущение. Мы говорили хушим, хушим – это чувство. Хуш – это чувство. И отсюда же слово сенсор, правильно? Да? Итхуша – ощущение. Что нужно пойти… Ну да, что надо идти, что надо двигаться куда? В направлении… В направлении… Ну, он обтекаемо говорит, правильно? Там было солидарие, он говорит, эйзеши и солидарь. Какая-то солидарь. Если он говорит, что надо идти, ну, в направлении какого-то места. Хочешь сказать, он не хочет выступать, как мне кажется, с точки зрения там пистолотца, который говорит, так, ребят, я вам сейчас все определю, задача нашего подразделения взять, не знаю, там, эти самые инструменты, лопатку саперскую и идти вот тут, прям вот я вам сейчас начерчу, куда надо всем идти. Он говорит, как бы оставляет место для флуктуации каждого личного человека, куда он захочет пойти, не захочет пойти. Поэтому он говорит так довольно абстрактно, но, в общем, сейчас он рисует некоторую линию, он говорит, смотрите, есть какая-то солидарность, представляется всем, что надо идти в какое-то одно общее место, да, так аккуратно проводит свою линию дальше. Я думаю, это от слова ира, от слова боязнь, то есть многие люди находятся в панике, мне так кажется, я думаю, что я не ошибаюсь, многие находятся как бы в паническом страхе, да, и написано, боним фантазиат мае им икбарзе о зе икбарзе, да, и строят что? Строят фантазии. Ну да, и как бы фантазируют, в смысле, далеки от реальности, когда говорят, что произойдет, если... Икбар это превозмогать, ну как бы, если победит этот, либо победит этот. Ну тут нет слова ЛНЦ, победит, ну типа, если будет побеждать этот, либо будет побеждать этот. То есть он опять, Раф говорит, что многие люди находятся в паническом страхе и рисуют как бы некоторые такие очень полярные картины мира. Что будет, если там вот победит Избалла, все, конец света. А что будет, если там это, все, конец света. Он как бы, он пытается как бы провести некоторую такую успокаивающую, я бы сказал, вот на этом этапе интервью, некоторую умиротворяющую линию. Как бы, ребята, Еббисадер, дальше. Сейчас, секунду. Да, 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 сейчас вот это вообще-то. Сейчас, нет. Да, вот, а вальбисофосу давар ешь. Эйзет хуша, он повторяет это, да? Шанахну беутара кэр. Как это перевести? Ну, опять, в конце концов, да. Но в конце концов, есть такая, есть где-то, да? Ну, есть ощущение, есть такое, опять, есть такое ощущение. А есть ощущение, что мы в одном поезде. Ну, то есть, говорит, несмотря на вот это вот, то, что в сетях может представиться, что общество настолько разобщенное, что все, людям просто не о чем друг с другом разговаривать, да? Он говорит, что, тем не менее, есть некоторое ощущение солидарности. Есть некоторое ощущение, что мы идем, как бы, в одно место. Вот, есть ощущение, что мы все находимся в одном поезде. Дальше. 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 В этом понимании, как бы, в этом понимании ситуации, или, как бы, вот в этом аспекте, в этой, с этой точки, в этой точке зрения, да? В этом вопросе я, как бы, оптимия. Что значит оптимия? Ну, я оптимист. Оптимист. То есть, несмотря на раздрай, на кажущийся раздрай, различные группы, вот он говорит, вот социоаканьеот, которые кричат, делают много раши в сетях, он говорит, я оптимист. В смысле, что он говорит, мне кажется, что в народе, тем не менее, в подавляющей обучении ощущение некоторой общности судьбы. Окей? Дальше. Давайте я нам передам. Так, дальше. Сейчас, секундочку, у меня перескочил. Да, вот. Этот его зовут Инон Магаль. Инон – это Инна, Магаль – это фамилия. Он очень известный комментатор, очень известный, ну, комментатор, ведущий, журналист, таких правых взглядов, да? Да, достаточно резко. Дальше. А вала Мисраэль, Кварь, Ядама, Абаким, Каэли, Леорах, Коля, История? Что он его спрашивает? Но народ Израиля уже знает. Ну, знал. Ну, как бы народ Израиля знал или знает, да? Абаким, Каэли. От борьбы… Ну, похожие, похожие конфликтные ситуации, похожие столкновения, скажем, да? Леорах, Коля, История? Ну, в течение всей истории. В течение всей истории, замечательно, дальше. Давайте я передам, наверное, лучше. Ну, пожалуйста, нет проблем. Тимофей, ты с нами? Да, я тут. Да, все, давай дальше, следующая. Ну, да, значит, борьба между теми, кто больше в Евреесте, с теми, кто меньше в Евреесте. Ну, правильно, да, в смысле, прелепленный. Ну, по-русски не перевести, как бы, прелепленный. Ну, в смысле, да, которые больше связаны, ассоциируются внутри ядута, да, и те, которые поход, да, и те, которые меньше. Дальше, да? Вот это он спрашивает очень важный вопрос. Да, какие вы видите будущее? Правильно. Что это будет некий симбиоз? Правильно. Или это будет... О, ЦАТ, ЭХАТ, ЧЕ, ИНОЦЕЯХ? ИНОЦЕЯХ, да. Ну, шутка, когда одна сторона победит. Да, правильно. Это будет некоторый симбиоз, в смысле, что будет некоторые... Люди найдут какой-то компромисс между этими двумя группами. Правильно? Либо он считает, что, в общем, какая-то одна группа победит. Окей, дальше. Ну, это такое, как бы... Ну, смотри, я тебе сейчас, как бы, что-то скажу, да. Ну, да, есть в каждой израильской обществе, как важно в другом обществе, есть правые, левые, верующие, неверующие... И подобное... В Дума. Да, замечательно. Хорошо, Дэй. И ШАЛ МТАШЕЛА, ВИБАРА ОТА. О, дальше. Сейчас Раф бросает бомбочку. Значит, понятно, что он хочет, как бы, это самое... Позиционировать себя как человека, который нестандартно отвечает. Да? И он сейчас... Он не ведется прямо на эти вопросы. Он использует эти вопросы для того, чтобы внезапно бросить такую бомбочку, вверх-те вздрогнули. А, как бы, при чем это здесь? Вот, что он спрашивает. Да, спросим вопрос. А кто создал вас? Да, кто их? Кто создал их? Ну, как бы, на внешний слух правильно согласиться? Это, как бы, несколько неожиданный поворот вопроса. При чем это здесь? Мы говорили о понятных вещах, там, социальных этих, раздраивших, обществе, солидарности. И вдруг он говорит, а кто вообще их создал? Ну, как бы, по идее, как бы, народ либо улыбается, либо челюсть отваливается. Либо, а при чем он здесь вообще? Окей, идем дальше. Но это с теми Равошерки. Дальше. Окей. Что он говорит? Ну, что Всевышний создал как этих, так и этих. Ну, да, он говорит. То есть, какой ход он делает? Ну, так я понимаю, да? Вы можете сказать по-другому. Ну, он для того, чтобы позиционировать себя, он, наверное, Равошерки позиционирует себя, как бы, на другом уровне, да? Не на уровне вот этого, который у него интервью берет. Он должен, как бы, поднять планку гораздо выше. Нужно подпрыгнуть над всем этим разговором, да? Поэтому он переводит разговор, что он в другую плоскость. Правильно? Он говорит, слушай, вообще, как бы, о чем разговор? Кто вообще всех создал? Он говорит, тот же самый Лоа. Тот же самый Бог. Который создал и этих, и этих. То есть, как бы, грубо говоря, ну, эти ребята могут мы с собой, как бы, там, конфликтовать. То есть, опять-таки десятые. Но есть, как бы, большой босс, который всем управляет. Окей? Дальше. Дальше. Куда ушел текст? Да, если ушел текст. Да. Значит, очевидно, что у каждого из нас есть задача, служба. Есть своя роль. Есть своя роль. Это некоторое, если вы слышали уроки Рава Шерки, как бы, его выступления, его статьи, это, как бы, его некоторый общий подход. То есть, грубо говоря, в отличие, например, от, ну, я не знаю, ультра-аплодоксов, которые говорят, здесь черное, здесь белое. Окей? И, ну, соответственно, других, которые, скажем, атеисты или секулярные, которые говорят, здесь белое, здесь черное. А Рав, он проводит некоторую другую тему, которая корнями уходит, по-видимому, да, в учение Рава Кука, который говорил, что вот хелонизм и секулярность, оно в наше время, оно имеет свой собственный божественный аспект и характер. Правильно. В чем, что это, грубо говоря, во времена близких приходов Ашеха секулярность будет увеличиваться. Ну, и есть некоторое большое, как бы, за этим общий, как бы, смысл. И он здесь проводит, как бы, ту же самую линию. Те, кто с этим не знаком, для него это что-то ошеломляющее. Для тех, кто знаком, как бы, с учением Рава Шерти, которое стоит на учении Рава Кука, Рава Маниту и так дальше, вот, они чувствуют, что, как бы, понимают, о чем речь идет. Дальше, читаем дальше. Сейчас, значит, это не говорит, что не надо идти со всем путем Ахра, Ахра. Он говорит, да, ну, секундочку, при всем этом, что я, как бы, вам говорю, о, эти хорошие, эти хорошие. Ну, он не сказал, ну, типа этого, да. У каждого есть своя роль, у каждого есть свои задачи, каждый говорит. Ну, тогда люди, наверное, могут сказать, послушай, я что-то не понимаю, мы тут такую борьбу ведем за, как бы, правильное направление, за это. А ты нам говоришь, что все одинаковые, поэтому, чтобы их успокоить, он говорит, не, ну, смотрите, это не должно быть Шилот, Сарих, Лаво, Шилот, Сарих, Лаво, это как бы двойное отрицание. Не должно быть так, что нет уж такой Ахра, Ахра, очень важное слово. Ахра, Ахра, это, Лаахри, это окончательно определить, установить, окончательная победа, окончательная победа или поражение кого-то. Ахра, это не нейтральное положение. Ахра, это когда я победил тебя, когда вот это называется Махре. Поэтому, как бы, ну, вот он отбивает вот эти вот голоса, которые говорят, что, ну, послушай, ну, не надо все размазывать, все хорошие, все туда-сюда, что это такое, какой-то пацифизм странный. Ну, он говорит, не, ну, послушай, при этом, как бы, надо понимать, что должна быть Ахра. То есть должна быть Ахра, должна быть какая-то сторона, какая-то сторона должна взять верх и должна, значит, вот ввести в нужный направление. Дальше. Есть что-то непонятное, перебивайте меня и спрашивайте. Да, он говорит, очень важную вещь. Сейчас мы тоже ее поймем в свете, как бы, политического раздрая, который... Хорошо, переводи бы, политика. Так, политики, так, Марефет. Марефет-система, то есть политическая система, как она работает? Значит, политической системе, это, значит, система, в ней... Которая, да, царь, как Махрея. Ну, да, хочет окончательно решить. Ну, как бы, одна часть, как бы, одна, царь, в смысле, одна сторона, ну, как бы, побеждать другую. Ради благо. Ну, Лет-Уват, имеется в виду, Лет-Уват, даже этот услужебный Лет-Уват, это для чего? Для своей позиции. Ну, что объясняет? Объясняет, что тоже один из, как бы, главных моментов в Израиле, это то, что каждый раз, когда, ну, скажем, когда побеждают левые, они, слава богу, давно не побеждали. Но это тут же начинается говориться, что, в общем, все, народ сделал свое решение, даже если это победа на один голос, мы будем проводить свою победу, как было ослово принято, это проклятое, как было изгнание из Гушкотина принято, когда там перевесил один голос. Тогда начинается говорить, нет, настоящая демократия, это, неважно каким количеством, большинство победило, народ сказал, все, слава богу, мы будем делать, как мы хотим. Когда они проигрывают, слава богу, проигрывают в последнее время все время. Тогда они начинают ставить под сомнение легитимность победы правых и говорят, нет, это неправильно, демократия, это не столько, что это проведение, как бы, линии большинства. Да, не-не-не-не, самое главное, надо уважать позицию меньшинства. Да, мы в меньшинстве, но если вы не будете принимать нашу точку зрения, то никакой демократии нет. Да, понятно, что это, как бы, некоторая, получается, демагогия, но вот Раф, как бы, на это отбивает, он говорит, поскольку у нас в стране, и мы живем внутри политической системы. Любая политическая система, это охрая, для этого есть выборы, выбирает либо А, либо как бы Б, окей, понятно, идем дальше. Вот он сказал очень важную, вот он сказал то, что я сейчас как бы долго объяснял, он сказал очень важную фразу, которая тоже стоит сейчас в центре вот этого политического конфликта в Израиле, что он говорит, муван. Да, ясно, Шамид Хашвим, то думаем или как-то? Не-не-не, мы не Хашвим, это в смысле, не-не-не, считаться, просто считаться, но не присчитаться, а считаться, в смысле, что принимать во внимание, да, это вот считаться. Я считаю с тобой, с твоим мнением, значит, я вообще слушать не буду, считаться означает, я делал, слышал, я с тобой считаюсь, окей. Ясно, что считаемся с меньшинством, но нужно знать, что меньшинство, это меньшинство, это меньшинство и не большинство. Да, он говорит, что меньшинство, это меньшинство, а не большинство. Есть разница, это ответ на позицию левых, которые все время говорят о том, что вы, конечно, победили, но это ни о чем не говорит, потому что мы-то, конечно, правы. Почему мы правы? Ну, потому что мораль у нас, потому что мы прогрессивы, мы либеральны. Вы-то хоть победили, но вы-то не понимаете. Мы вас сейчас научим жизни. Они говорят, как так, а для чего выборы были? Ну, говорят, выборы были, но это все нелегитимно. Как же так нелегитимно? Все было демократически. Он говорит, нет, ну, фактически вы победили, но на самом-на самом деле, конечно, правы мы. И вот это он все-таки четко говорит, что это неправильно. Если ты живешь в демократическом обществе, ты должен считаться с правилами игры, проиграл, значит, проиграл. Окей, дальше. Я передаю. Окей, дальше говори. Я передам тогда. Ну, как хочешь, да, давай. Кто нас был первый? Аня, по-моему, да? Да. Это следующая фраза была. И в качестве такового. Ну, а понимать, меньшинство это меньшинство. Мы его, мы уважаем, не считаемся. Но в качестве такового, да. Царь, это нужно, как бы, относиться к нему сейчас. Да. И в качестве такового надо к нему относиться. Сейчас, да. То есть мы уважаем, как бы, меньшинство. Он не говорит левый и правый, да. Потому что, как бы, это тривиально. Он говорит, мы уважаем, мы считаемся с мнением меньшинства. Она не что-то даже узнать с вами место. Она проиграла большинству. И мы к нему относимся, сказать, что меньшинство проиграл. Окей? Дальше. Так, אנחנו уважаем, как мы идем, как мы идем, идем, симбиоза, не только навстречу симбиоза, но навстречу пьюз. Ну, как это, умиротворение? Это примирение. Ну, он как бы разделяет, есть симбиоза и есть пьюз. Что такое симбиоза? Симбиоза – это совместное, как бы, существование. То есть, грубо говоря, у них такое мирное существование. Есть там, я не знаю, носорог, а вот от него там какие-то цапли, кто там у него, они питаются, значит, у него с кожи там подбирают. У некоторых симбиозах гриб растет под сосной, да, и вот этот самый подосин или как-то подосин. Вот у них такая симбиоза. Симбиоза – некоторое счастливое существование, правильно? Он говорит – нет. Вот если он говорит, что с одной стороны должна быть ахраа, политическая система строится на ахраа, что значит ахраа, читают голоса, побеждают либо эти, либо и так работает демократия, все, по-другому быть не может. Но он говорит, что эти ахраот, после ахраот, после толпея с ахраа, вот общий вопрос – победили, что делать дальше? Он говорит, что понятно, что мы тут не столько симбиоза, сколько пиюз. То есть надо находить для того, чтобы с одной стороны произошла ахраа, кто-то победил, кто-то проиграл. С другой стороны, общество не может жить в этом бесконечном конфликте, хотя бы в момент следующих выборов. Нужно быть найдена какая-то общая платформа, на которой общество существует. Вот он говорит, что это называется пиюз. Пиюз – это очень важное слово. Примирение, согласть, соглашение. Пиюз – это компромисс, это согласие, ЛФАЕС, это найти компромисс. То есть не черно-белое, а вот что-то между ними. Окей, идем дальше. Теперь он говорит такое важное положение. Ошибка, ошибка, ошибка – это считать, что пиюз примирения, гухелек, меакелим, часть, как это, меакелим, шель политики. Это инструментария, часть инструментария. А, инструмент, часть инструмента, инструментария самой-самой политики. Да, что-то Драм хочет сказать парень, но он хочет сказать, так мне предполагается. Он хочет сказать, что политическая система внутри себя сама стала политической системой, это система охраот, да, то есть выборы. Считают голоса, побеждают левый и правый, делаются коалиции, пятое и десятое. Но вот это пиус, то есть народное примирение, не может пройти, произойти внутри самой политической системы. Сама политическая система, она не связана с пиусом. Пиус должен пройти, сейчас я это добавляю, по-видимому, то, что скажет Раф или намекнет на это, да, что это внутри некоторых общественных течений, не политических. Потому что политика – это охраа. Окей, понятно, идем дальше. Политика – это маарехет, шеба, ата, махрия. Окей, что он говорит, политика? Это маарехет, вот эта борьба. Не, маарехет – это система. А, система, маарехет, шеба, ата, махрия, которая приводит тебя к… Нет, где ты, где ты, где ты, где ты побеждаешь, где ты, ну, вот я не могу никак слово «тамахрия». Ну, как бы однозначно, однозначно. Отдолеваешь, одолеваешь. Отдолеваешь, вот правильно. Это там, где ты одолеваешь, да, где ты одолеваешь, правильно. Перевес. Политика – это там, где ты одолеваешь. Это такой вот… Кто-то кого-то всегда, так сказать, кто-то кого-то купит. Да, не может быть нейтрального. Либо человек, либо побеждают, либо проигрывают. Это называется охраа. Вот с айном басов, да? Окей, дальше. Дальше. Однако, кому вам как известно, как понятно… Ну, очевидно, да, да. Очевидно, Эйнрак – политика была. Не только есть политика в мире. Ну да, в мире не только политика. Люди живут не одной политикой. То есть люди, кроме политической системы, да, в обществе есть еще другие очень важные вещи. Сейчас вам скажут, какие. Ишгам, Яхасим, 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 Яхасим. Вот все, что здесь расписывает, по-моему, это вызывает сообщественные движения. Есть также… Так, Яхасим, Яхас – это как это? Отношения. Человеческие отношения. То есть живут люди, которые не просто «я победил тебя за левых или за правых». И человеческие отношения между людьми, да? В Гашим, как это? В Гашим есть встречи между людьми, да? Встречи, общения, сиях, беседы. Встречи, беседы – это означает, что есть некоторая социальная жизнь. Люди не встречаются только в кальпе, в этих избирательных урнах, где ты голосуешь за правых, я голосую за левых, и все, я тебя победил, пошел вон. Выходи в сторону, я тебя больше… Отличных выборов я тебя не вижу. Ну, понимаете, что есть как бы ткань общественной жизни. В одной семье, встречаясь на каждом шагу, в одной семье могут быть и правые, могут быть и левые. На фронте солдаты могут быть и правые, могут быть и левые. То есть, некоторые ткани общественной жизни, которые, с одной стороны, люди связаны тем, что они в политической системе, вот это дело – это охрау, одолевают, как правильно сказала Аня. А с другой стороны, все люди, они соединены вот этими социальными связями, которые порождают такие вот отношения, это совсем другое. Окей, дальше. ВСЗ царих Леодет. И так, нужно, необходимо Леодет, вот этот как-то поддерживать. Почери, и это надо плащать. Это что означает? Раф говорит, что должны быть разговоры, что важна не только политическая система, почему он сказал, политическая система какая? Политическая система, где есть охраа. Тот, кто победил, он победил, сто процентов. При этом он сказал, меньшинство, мы к нему, мы его уважаем, но мы уважаем в точке зрения меньшинства. Мы понимаем, что оно меньшинство, они не могут нам диктовать жизнь. Почему? Потому что если мы победили, соответственно, мы будем диктовать, куда будет двигаться общество. Но при этом он говорит, что очень важно, кроме политики, очень важно вот эти социальные связи, есть общий разговор. Вот это вот «сех» – это очень важное слово. «Сех» – это не только беседа, да? А «сех»… У вас ничего это не связывается? Где-то слово «сех» из Танахана, из Торы. Про кого было сказано «сех»? «Ласох бы саде». «Ицхак» – «иша саде» было сказано, да? «Се ласох бы саде». Он бы ходил говорить в поле, молиться в поле. Этот вот «ласох» – «ласох» – это «сех», правильно? Но, с другой стороны, «сех» – это такое некоторое мощное понятие, когда нам говорится «сех цибури». «Сех цибури» – это некоторая общая общественная полемика. Даже вот такое слово «полемика». Оно вот здесь вот «сех» – это очень подходит. То есть «сех» – это не просто дебур, да? А «сех» – «сех» – это именно я тебе говорю, ты мне говоришь, мы тебя убеждаем. Это вот «круглые столы», на которых в этих «вульпаник» в студиях, где есть правая сторона, где есть левая сторона. Вот «Рав» считает, и справедлив, что это очень важно, не менее важно, чем полистическая система, где есть «сех» – да? Дальше, Инойн спрашивает его, да? «Атакхошет»? Ну, давайте… Он немножко перепрыгивает, то есть такая речь все-таки не из книжки, поэтому он начинает фразу и не доводит ее, как бы, до конца, и начинает немножко другое говорить, да? Ну, давайте по кусочкам переведем. Ну, ты считаешь, вы считаете, что наша власть, наше руководство… Ну, да, наше руководство… «Атамедабер, арбэ, айниян, амусари, айркин». И ты много говоришь о… Ну, да, это как бы в крови идет как бы хитричасно. О ценностях, о моральных ценностях. Ну, да, о ценностях, да. О моральных ценностях, шельцаал, ламашаль, как, например… Ну, армия, в смысле ведения войны, да, морально и метически. Как здорово ведения войны. Амин, бабы, аминхамаз, вот как в «Бабы, аминхамазу», вот, как в «Бабы, аминхамазу», вот, как в «Бабы, аминхамазу», вот, и он сейчас перепрыгивает, да, то есть он начал с чего? Как ты относишься к нашему правительству, к нашему руководству? Ну, и говорит, в каких аспектах? Ну, в аспекте, как бы, вот, моральном, этическом, пожалуйста, вот, про армию. И тут же у него, как бы, выскочила мысль, он говорит, да, вот, например, к примеру, смотри. Какой пример? Да, вот он, вот он приводит пример, например, да. Так, и не галант, а йом, эхлит, что он какой-то галант решил... Нет, галант не какой-то, это министр обороны. Ну, слушай, ну, я не знаю. Нет, ну, сейчас оно как бы внутри этого. Он приводит, я прохожу сказать, что приводит людей, он приводит... Ага, точно, министр обороны, блин, я уже не знаю, как, когда, вот, ладно. И вот он решил, шагу по тех, где ты видишь? Нет, а затем, в смысле азатов, которые из Азы. Дети из Газы. А, затем, блин, Газы, я так напишу. Для больницу, открыть больницу для детей из Газы. Бетох, так, Исраэль, Бетох, Шетах, Шетах Исраэля, Шетах Исраэля, посередине, в центре. Нет, внутри территории государства Исра. А, Шетах, вот так вот. Ну, да, то есть некто беспрецедентный случай. Так, ну, обычно люди, как бы, страны так не сражаются, правильно? Я уже не говорю про известные нам страны вообще жесткие, но вообще страны так, страны, которые так не сражаются. То есть, был такой закидон, он хотел сделать, открыть специальную больницу, вывозить из Азы, значит, этих самых детей и лечить их в больнице. В кавычках, я скажу, мог привести примеры гораздо более, как бы, крутые. Например, что самые отъявленные, крутые, зверские, просто нацистские террористы, которых бы это ногу было, передовой отряд Хамаса, которые делают из зверства резню, погромы, говорите, как угодно, в поселениях ОТФАЗа. Ну, часть из них была ранена. Там вопрос, надо не кичить в израильских больницах. То есть, нет же больниц, не может быть специального отделения, где этому дают лекарства, но не дают лекарства. Получается, что среди, как бы, гражданского населения лежат эти самые убийцы, которые убили там десятки людей, зверски замучили просто. Ну, вот это вот, как бы, это вопрос той самой, этих, о которых идет речь. Он приводит здесь пример, был, по-моему, к счастью, после этого ушел в поиски дня, а Биби сказал, что он не даст разрешение на открытие такой больницы. Так, следующая фраза. Да, а Галлан, то, что здесь написано, это современные стояния. Не хорошо, я вспомнила, господи. Нет, 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 просто он не приводит случайных, как бы, случайных людей, это людей, как бы, знаковые, которые из руководства. Дальше. Что ты думаешь об этом, о решении? Да, вот сейчас они пойдут, как бы, в сторону одной темы этого разговора, а именно общая мораль, как, что такое еврейская мораль, как надо относиться к врагу во время войны сражениями. Вот сейчас будет это основная, как бы, тема. Так, он говорит, смотри, есть הרבה מאוד, вот это слово. Наивиот, наивности. А, наивности. А, есть много наивности. Да. Нува, проистекающий. А, нува на рэхет. Рэхим. Да. Которая проистекает из системы ценностей. А, вот так вот, а, рэхим ценностей. Шэлло, сгура. Это сленг. Сгура. Которая сама себя как-то ограничивает. Не, 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 но не сквозь, не закрытая на себе, которая не врубается. Да. Это просто сленг. Это просто сленг. Это очень распространено. Особенно молодежь говорит. Ну, так, честно говоря, сказать человеку на улице, это немножко так крутовато. Но вообще, говорит, улоса гураль от смо. Это означает, что он вообще, ну, начиная от того, что он рехнулся не совсем, как бы, в своем уме, да, не закрыт на сам себе, да, словно. Вот, и кончает от того, что он вообще не совсем врубается. Это означает, что улоса гураль от смо. Это означает, что у человека нет четкой системы понятия решений. Он идет по некоторой схеме, плане. Например, я считаю, что надо делать раз, два, три, четыре, пять. И все это ложится вот на такой вектор моей, как бы, моральной позиции. А что, улоса гураль, я прыгаю, то туда, то сюда. Значит, тот же Галлан, который будет говорить, что до победного конца и уничтожать всех террористов, он говорит мне, ну, это, с одной стороны, не так, давайте вот сейчас сделаем такую гуманитарную вещь, давайте откроем. Вот он, Раф это называет, что это система, которая лос гураль от смо. Дальше. Так, колумар, ахимла, как говорится, или как так называют? Ну, смотри, как говорится, он же сказал, лос гураль от смо, это общее выражение. Сейчас он должен, как бы, это лефарет, он говорит, ну, смотри, я как бы имею в виду, что, как говорится. Милосердие, ну, милосердие, милосердие, ахова, ахова, любовь, там, ну, все эти общие вещи, некоторые. А, все эти слова. Ну, да, все, говорит, эти общие вещи такие, которые, понятно, что людей, значит, голова пропитана ими, надо быть милосердным врагу, надо любить врага, надо любить все человечество и так дальше. Это как бы вот то, что Раф говорит, да, дальше, окей. Кто, кто, мило, хушевши, царих, лихмаль, кто, кто считает, что, ну, как бы, не нужны. Ну, да, ну, а чокает, об этом говорит, ну, понятно, что надо быть милосердным, как бы, ну, это, пшито, кто не хочет быть милосердным? Ну, понятное дело, не надо нас выставлять в качестве этих каннибалов, все хотят быть милосердными, и дальше, мило, руце. Мило, руце, шелоли, шпохдам. Да. Кто еще, кто, кто не хочет, как-то проливать кровь, как бы. Ну, да, кто не хочет проливать кровь, ну, понятно, что все хотят, кто же хочет быть убийцами, кто не хочет, нормальный человек не хочет проливать кровь другого человека, да, не хочет его убивать, ну, как бы, это очевидно, понятно, о чем тут разговаривают. Дальше. Вот, вот, вот. Сейчас очень важно, сейчас очень важно. Царих Лаавин Маофиа Мааваказе. Так, мы должны понимать. Надо понять, просто это жестко. Царих Лаавин, это надо понимать, надо понять. Следует понять, что как бы какой образ, что ли, борьбы. Какой характер? Характер борьбы. Какой характер борьбы? Он говорит, послушайте, ну, чего как бы общую лапшу на уши вешать? Все хотят быть милосердными, все хотят любить другого, там, подставлять щеку. Он сказал, что я как бы от себя добавляю. Да, он говорит, кто же хочет кровь проливать? Но это, говорит, все ля-ля. Надо прежде всего понять. Прежде всего понять, какой характер этой войны, с чем вообще мы имеем дело. Дальше. Да, и дальше он проводит, как бы ставит план к очень высокого. Мы в борьбе между добром и злом. Да, он переводит рамку план к очень высоко. Он говорит, вы должны понять, вы тут говорите, некоторые общие вещи такие размазанные, да? Я не говорю, слюни, ну, как бы, понятно. Вы поймите, о чем идет речь. Ведь идет о каком локальном конфликте, правильно? Типа того, что там сосед у соседа Межу, я не знаю, Межа это называлось, переставил клинышки и говорит, вот я там полметра от тебя оттяпал. Речь не идет о каком-то территориальном конфликте, ничего. Речь идет о некоторых очень больших глобальных вещах вообще. Жить, не жить. Между добром и злом. Если Раф опять делает тот же самый ход. Он очень сильно поднимает планку. Как тогда, когда был разговор в начале о израильском обществе, Раф как бы перевел всю беседу типа того, что, ну, как ты думаешь, где плохие, где хорошие, правые, левые, туда-сюда. Он тут же говорит, ну, слушай, о чем ты говоришь вообще? Кто вообще всех создал? Бог вообще всех создал. Знаешь, то же самое он и сейчас говорит. Значит, вместо того, чтобы сказать... И террористов не Бог создал, можно сказать, и дальше пойти. Террористов тоже... Ну да, он перевел, переводит планку. А просто хочу сказать, что, насколько я понимаю, это некоторый такой, ну, не только тактик, но, может быть, и тактика тоже, да. Он здесь то же самое. Значит, по идее, если бы сейчас сидел человек не Раф как тот другой, он бы сказал, да, такого права он сказал, да нет, ну, Ганн, ну, что за туфта вообще? Ну, как можно открывать здесь этих самых этих, когда у нас там... Они держат наших заложников, они мучают, они насилуют, они все что угодно. А ты тут будешь открывать это, ты вообще думаешь, о чем ты говоришь? А он говорит другое. Он переводит планку очень высоко. Он говорит, вы вообще понимаете, о чем речь идет? Речь идет о глобальной войне. Дальше. Дальше. Во время войны есть вещи Ахзарима, я посмотрела, это какие-то жестокие... Да, Ахзар, Ахзар, это жесткие. Вот есть Хемла, да, есть Хемла, правильно, антоним, то есть не синонима, антонима, Хемла, милосердие, это Ахзариют. Ахзариют – это жесткость беспощадности, да. Есть жестокие вещи Шанасима, которые совершаются, делаются, происходят. Да, Шенасим. О, это тоже очень важная фраза. Поэтому тебе нужно понимать, какие вещи ты должен сделать, чтобы победить. О, вот это вот тоже очень важный вопрос. Почему? Потому что я немного приоткрываю завесу. Значит, в израильском обществе сейчас есть голоса, ну понятно, что это голоса левого плана, которые вообще как бы пытаются ситуацию представить такой, что абсолютная победа невозможна, невозможно победить зло. Все совершенно субъективно, да, но как бы до вот ужасных событий 7 октября как бы проводили линию о том, что полистинцев тоже можно понять, ну вот у них этого нету, первого, второго нету, да, борьба классов туда-сюда, такой как бы постмарксизм, да, говорят. Их тоже можно понять, ну почему они убивают? Ну потому что у них работы нет, а вы дайте им работу, а вы как бы дайте им уровень жизни, ну они же будут жить как мы, и все оказывается, все это бред, все это не так, все он с этим не связан. Окей, и здесь как бы РАФ, РАФ говорит очень важное слово Лена-ЦЕХ. Почему? Потому что есть такая линия, опять же, это линия противоположной линии правой, линии РАФ-ШЕРКИ, да, линия этого Ульпана, да, которая говорит о том, что победить невозможно. Но все компромисс, только о чем-то можно договориться. Есть только гуманность, и есть только гуманность к солдатам, есть к своим солдатам, к чужим солдатам, надо всех понимать, надо всех жалеть, и пятое-десятое. И самое главное, невозможно победить. Все, невозможно победить. Либо поднять руки кверху, либо о чем-то договориться. Все, с этим надо жить. А есть, вот он проводит линию, которая линия, это в основном линия, то есть не основной линия правой, которая говорит, только не Сафон-Мухлат. Только полная победа над врагом, только полная победа над Хамасом может изменить ситуацию. Да, вот поэтому он очень важно говорит, что несмотря на то, что никто не хочет убивать и пятое-десятое, да, но во время войны есть жестокие вещи, которые надо делать. Почему? Потому что надо ле-на-цех. Вот это вот ключевое слово, которое он сказал. Дальше. Дальше. Так, а он спрашивает ли этот? А за та царих льет ахзари. Да, он его как бы не то, что подправливает. Ты должен быть жестоким? Ну да, он говорит правильно. Ты должен быть жестоким, беспощадным. Он говорит, а что ты считаешь? Надо быть тогда жестоким, беспощадным. Понятно, что он сам считает, что ответ – да, но хочет, чтобы это Раф обосновал. Он говорит, а ты хочешь быть тогда ахзари, значит, ты должен быть, ты хочешь быть немилосердным, значит, ты хочешь быть жестким, да, жестоким даже, наверное, да? Да, дальше. Да, 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 да. И он опять, он так немножко перескакивает, нам это сложно. Ну, вы помните, он спросил, он говорит, так что ты хочешь быть ахзари, но не дождался его ответа, и как бы проводит дополнительную аргументацию, ко что он говорит, Ганс Пан Сипе Шусикен Хайлей Гулане и Швили в док Шилоне в Гаим Израхим Азатин. Да, дальше. Ганс. Израхим. Ганс – это какой-то некий министр, я уж не понимаю, кем он там у вас рулит сейчас. Ганс, Ганс – это как бы была основная альтернатива до последнего времени. Он как бы… Он был какое-то время премьер-министром, потом его оттуда подвинули. Я помню. Или чем-то… Даже нет. Мне кажется, что он председатель… партии, которая называется Маханемом Лахти, а именно Государственный Лагерь. В самом своем названии хочется сказать, что я, в отличие от экстремистов, радикалов и все прочее, я центрист. Я прохожу некоторую вот общевзвешенную государственную политику, которая хотя бы государство. Ну, понятно, что его и с той, и с другой стороны, а в основном правы, его все время как бы долбают, потому что он как бы марионетки, ничего не говорит, и пытается как бы некоторый общий клише говорить. Но в чем-то приводится пример из его истории. Какой? Ганс по Амси-Пе. Так, однажды сказал, рассказал, что он Сикену, Сикен подвергать опасности или опасаться? Он подвергал опасности, правильно. Сикен, или Гулани, ну, это каких-то солдат. Ну, не каких-то, Гулани. В Израиле есть... Ну, это некое-некое воинское подразделение или что-то. Смотри, Гулани. Гулани, если мы внутри темы, Гулани, в Израиле, знаете, есть, есть как бы подразделения, ну, как бы технически по родам войск, по, как бы, численности, там, я не знаю, полк, роты или пятое-десятое. А кроме того, кроме того, есть, например, внутри Хелероглин, то есть не пешеходные, а как они называются? Пехотные. Пойска, наверное, да. Есть некоторые объединения большие, в которых есть свои традиционные имена. Вот одно из таких больших два имени, это одно Гулани, а другое Гевати. Гулани, Гулани, традиционно можно прочитать историю, почему называется именно Гулани. Есть Сомет Гулани, известный, перекресток называется Гулани, естественно, на севере, да, может быть, там, где она была организована. И есть, соответственно, как бы большая традиция, люди, которые принадлежат к этому Гулани, этих солдатов так ласково называют Галанчики и все прочее. И это, в общем, это из туда попасть. Причем внутри каждого этого объединения у него есть, как бы, свой спецназ. Есть спецназ в Галани, есть спецназ, как бы, в Гевате и так дальше. А всякое слово Гулани, это знают, как бы, все. У них свои песни, они свои эти, там, где-то писали. Ну, хорошо, кто говорит. Некое такое очень почетное подразделение воинское подвергало опасности. Бешвили ради того, чтобы Левдог проверить. Шелон не 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 чтобы не как это не 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 поражены Левдогу это поражать. Не поразить израхим граждан. Ну, гражданское население, да. А, гражданское этих население газовое. Да, да, это это общая общая дилемма, всегдашняя дилемма Израиля. Я думаю, что это дилемма западного мира. О том, что нападающий на них, он не играет по правилам как бы регулярной армии. Нету, как это было во время предыдущих войн Израиля, когда встречаются, не знаю, на голландских высотах сирийские танки и израильские танки. Идет огромное танковое сражение. Правильно? Или там с египетской армией в Синае. Такого нет. Теперь это делается по-другому. Есть как бы псевдорегулярная армия, которая на самом деле у них такие же подразделения, у них такие же полки, у них такие же как бы к дудиму, у них такие же там роты и так дальше. Да, вот. Но они гейцы внутри гражданского населения. Они в этом они черпают и поэтому ну вот Ганса в какой-то момент рассказывал, что у него была дилемма. А именно например подвергать обстрелу дома, из которых открывают огонь по солдатам, либо-либо рисковать жизнью солдат и значит не стрелять по объектам, в которых предположительно могут быть так называемые гражданские населения. Да, за это его потом как бы ему это ставили в упрек за то, что он подвергает неоправданному риску солдат. Дальше. Как отвечает Раф? Зе пэшамусадис. Ну это как это моральное преступление получается. Наоборот, о чем ты говоришь? Это моральное преступление вообще. Тут Раф как бы сбрасывает маску. Все, он говорит о чем ты говоришь? Моральное преступление в смысле солдат подвергать опасности солдат нельзя. Сейчас Раф это объяснит. Сейчас Раф это объяснит. Дальше. Очень простые слова говорит. Что он говорит? Зотомера. Как говорится или как как говорится? Ну как бы очевидно, понятно, да. Очевидно. Барур ше им ата бэмэльхама если ясно, что если ты воюешь, если ты на войне, аэрэх амусари аришуни первое моральное это как бы моральное что там первое что первое моральное ну самая высокая как бы высокая мораль у шеата кодем кодем коль мецадет бецад шелах шелаха да шелаха что ты прежде всего мецадет как это мецадет стоишь ну мецадет ну как бы мецадет ты идешь туда к слову цаат ну вообще это недословный перевод а ты за а там мецадет ты 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 на какой-то стороне прежде всего за свои как бы ты прежде всего волную свои там в случае своих солдат за то что тебя волную больше всего окей дальше да даже это некоторое философское объяснение алифамим иногда да ше и что порабощение что и преклонение порабощение раболепие как ломератив а ломератив это имеется другому линию сюжета то есть другому ну как бы ну да что-то такое как это ну позиции другого сюжета вот позиция вот позиция полиция а вот так вот иногда ты как бы а вот так раболеп склоняешься к позиции другого или второй к второй позиции то есть у тебя нет своей позиции ты свою позицию ты ее она у тебя порабощена нарративом другого за другого у него некоторые есть модели он пытается тебе продать те же террористы убивают мирных жителей гражданское население стопроцентно а они сами пытаются тебя как бы подстроить под такую волну сказать не ну то что мы их убиваем понятно мы террористы нам это можно не ну тебе это делать нельзя ты человек нормальный правильно у тебя же как бы христианская идеология правильно ты же не можешь убивать гражданское население ну в тебе будут все них прятаться я буду за них стрелять я буду использовать в качестве живого щита почему ну потому что я тебе говорю ты же не можешь их убивать я могу а ты не можешь поэтому вот это называется иштабутлы нерративши шероши не дальше субъективности злота он сначала что сказал злот это в данном случае твоего противника но злот это в смысле ближнего злот это ближнего субъективность ближнего это что означает если ты не рассматриваешь его в рамках абсолютного зла например хамас абсолютное зло все 100% поэтому единственный способ его победить это воевать так же как воюет но если не он но воюет совершенно беспочатным способом иначе ты не можешь его победить все ты говоришь я стою на это я по-другому делать не буду иначе я не могу его победить а субъективность это когда ты говоришь ну послушай с одной стороны террористы с другой стороны они такие же люди у них там тоже дети есть у них третят но мы не можем воевать как они это называется субъективность дальше дальше так это вещь у пеша мусоретам эта вещь это моральные преступления поскольку ты потому что ты потому что ты отрицаешь свою отказываешься от самого себя да в чем это заключается то что ты если ты говоришь я с абсолютно добро это зло окей а не зло а у меня моя идентификация я идентифицирую себя с добром я никого не хочу убивать не хотел никого убивать они на меня напали поэтому для того чтобы снять эту угрозу для того чтобы наказать виновных я обязан быть беспощадным так они ставят правила игры и это называется это моя зло это моя идентификация такое у меня поведение а субъективность это когда ты говоришь никаких позиций нет все субъективно у них две ноги у них две ноги они убивают и мы убиваем ничего нету ничего абсолютного он говорит это неправильно дальше вот-вот-вот-вот-вот он ему поделает он ему говорит люди говорят что ты не должен быть как они мы что мы не будем как они так говорят послушайте но мы же не можем быть как они как ты говоришь ты можешь быть беспощадным как раз ты между собой Хамасом я бы тоже так сказала победить победить любой ценой но ты потом во что-то превратишься после такой победы. Послушай, ответ Раус. Они действительно чудовища, что ли. Они чудовища. Ответ на твой вопрос будет такой. Они делают все, чтобы поразить как можно больше и самым жестоким варительским способом как можно больше гражданского населения. Ты, в отличие от них, делаешь все, чтобы не поразить, используя двойные бомбы. Есть бомба, которая специально ударяет по крыше для того, чтобы предупредить. Спрашиваешь листовки, говоришь, уходите. Сейчас вот говорят, вот эта вот часть, вот эта вот часть, отсюда уходите. Почему? Потому что мы завтра начнем здесь военные действия. Ты делаешь максимум, чтобы не поразить. А когда ты не можешь не поразить, ты поражаешь. А они делают наоборот. Почему? Они делают все, чтобы поразить как можно больше. Они стреляют ракеты специально там, где находится гражданское население. А ты стреляешь там, где находятся террористы. При этом, да, могут погибнуть гражданское население. Вот в этом разница. Дальше. Мифландсот, это известно, да, это чудовище. Дальше. Да, дальше. Ну, вот он опять повторяет. От Коля Азман все время говорится нам. Ну, нам же говорят. Ну, так вы как они? Вы как они? Да, вы поражаете гражданское население. Это сейчас такое, как бы в мире вообще идет такая вот, ну, как бы, да, такая тенденция, что да, израильтяне, это какие-то чудовища, они там терроризируют мирных несчастных. 100%, ну, так это все, ну, это все, это все, это война на другом фронте, Иран все это проплачивает, совершенно нормально, во всем есть своя логика, почему они это делают. Их может излечить только свое 7 октября. Когда в Европе, в других странах будет свое 7 октября, тогда они поймут Израиль. А пока они будут играть в свои игры. Так, ну, хорошо, мы как бы немножко в сторону. Дальше. Так, он опять, ну, он как-то, он все пытается немножко в черно-белую сторону подвинуть эту историю. Ну, давай, давай, да, окей. Они любят проливать кровь, они любят жестокость. Ну, то есть это какие-то прям, какие-то сумокакие. Ну, не прямо, а такие есть, послушай, детей клали в печки, сжигали. Человек звонит этим самым своим родителям и говорит, я вот моими руками в крови, я уже убил 10 евреев. А отец ему говорит, сынок, какая же это классная, ты же записи, ты же реально, я тебя благословляю, как жалко, что они рядом с тобой, и моя мама тебя тоже благословляет. Убивает? Ты же не просто убивали, это же были какие-то зверства, послушай. Они насиловали людей, отрезали половые органы. Уже умно, что, в общем, было, такого вообще не видели никогда. Поэтому то, что говорит Раф, это действительно черно-белое, это реальность. Так, дальше. Мы не любим проливать кровь, мы не любим. Да, окей. Ну, Лафиль, в смысле, применять. Но по-русски девчонки, но дошло на применять. Применять жестокость, использовать жестокое, кшатари, которое необходимо. Кшатари, когда это необходимо. Кшатари, когда ты находишься, ну, как-то во время, как это, моральной борьбы, что ли? Ну да, во время, да. В поведливой войне, ну, типа, джихад, извини, пожалуйста. Ну да. То есть он продолжает привести в категорию некой священной войны. То есть вот, типа, у тебя крестовый поход, и типа, ну и все, тебе все можно, ты молодец. Опять же, не все можно, Раф объясняет, говорит, они убивают, потому что это их цель убивать. Наша цель не убивать. Наша цель, цель, это искоренить это зло. Мы не можем по-другому, мы делаем максимум, чтобы не поразить население. А они делают максимум, чтобы, да, поразить население. Есть разница в этом, правильно? Ну ладно. Если стреляют ракетами из жилых домов, из больниц, из этой гуманитарной помощи. Ну так они специально это используют, правильно? В Израиле ракеты не стоят в этих самых, в больницах или в этих, в учебных заведениях. Это их борьба. Дальше. Вот, вот он говорит, да. Так, значит, ты, однако, ты прежде всего должен знать. Да. А если это война, на которую ты вышел? Да. Так, это что такое? Ты прежде всего должен для себя определить. Определить для себя, объяснить себе и другим. Война, на которую ты выходишь, это война справедливая, либо нет. Раф за объективные аксиомы. Война справедливая, либо несправедливая. Это война за то, чтобы отыграть еще сколько-то дуномов, сколько-то этих самых гектаров земли. Либо это война за существование. Это война справедливая. Поэтому он говорит, все очень просто. Для того, чтобы у тебя были объективные позиции, ты должен для себя решить, это война справедливая, либо нет. Окей, дальше. Война справедливая. После того, как ты установил, ты окончательно определил. Ты установил для себя, как ты решил, что она справедливая, ты делаешь все, что требуется, чтобы победить. Все, что нужно, чтобы победить. Правильно. Не потому, что внутри тебя есть темные инстинкты. А, яцарим. Бетухахи в себе яцарим афелима. Темные инстинкты, да. Афелим, да, словно, что это темный. Лагедей бетуль. Которые... Которые хотят осуществиться. Да, то есть тебя ездить, ездить, убивать людей, насиловать, спрежать. Которым хочется. Ты это делаешь, почему? Потому что тебе не важно, что тебе эти конкретно люди сделали или не сделали. У тебя, в принципе, для тебя есть темные инстинкты, дальше. И они находят свое выражение в этом. Афелим, да, еш мусак шель никама. Дальше. А вот дальше очень-очень важная тема, которая... Так, а ты ешь, еш мусак шель никама. Так, ты знаешь, что есть, как это, представление, представление, понятие... Ну, есть понятие. Есть понятие. А, так, никама месть, получается. Месть, да. Вот это запрещенное слово в Израиле. Есть понятие месть. Да, вот это. Араф тут переходит некоторые границы. Почему? Потому что в современном Израиле, в современном западном мире запрещено слово месть. Мести не должно быть. Нельзя мстить. Месть – это нехорошее чувство. Можно только человеку воздавать за то, что он сделал максимум. Он совершил некоторое преступление. Вот ты его пинцетом выловил из всех остальных, привел в трибунал. За такое-то нарушение он сделал такое-то наказание. Смертной казни нет. Помещаешь его в больницу, в тюрьму. Он получает там 100% питания, 100%... Вот все. Вот так работает система. А слово мести быть не может. Значит, в современном человеке, в западном мире, слово мести быть не может. А вот Раф сейчас говорит о другом. Дальше. Да, да. Ну, сейчас я это объясню немного, что он говорит. Ну, дальше, да. Так, асмедабрим, арбэ, как часто, как много говорится. Много, и часто вообще много шума, много об этом говорят. Да, что говорят. Накамэ, анахнуло, накамим. Ну, кмим, это глагол. Мы не мстим. Мы не мстящие, мы не мстим, да. Вообще, говорит, накама, мы не мстим, это вообще не наше понятие. А другие говорят, теннухмим, дамсим. Да, мы мстим. И ком, дам. Всем и ком, дамо. Это стандартная. Атвар. Всевышний, как это, выставил, как это. Это известный случай был, это известный был, как бы, случай. Погиб. Я ком, дамо, на могиле, на могиле, чтобы поставить, поставить его кровь на могилу. Есть стандартное выражение. Я забыла просто, как она говорится. Да, отомстит Всевышний за его кровь. Правильно. Откуда? Про погибших, про убитых, вот за там. Правильно, откуда? Это. Это религиозная вещь. Когда говорится, например, когда, не дай бог, погибают солдаты, то стандартно говорится, есть и храм Баруха. Будет их память священная. Это стандартно, да. Религиозные, есть другое выражение. Говорят, ашемен кон и кон дамам. Что значит, что это имеется в виду. Я имею в виду, что они не просто так упали, а что как бы есть Всевышний. Да, действительно, он послал смерть, человек погиб, но он отомстит за эту смерть. И тут вот это именно слово иком. Иком – это некома. Был случай погиб, ультратадоксальный парень, хоридимный парень, дайкин, не помню, шем протей имени, не помню фамилию. И родители его вели довольно долгую борьбу за то, чтобы на его… Ну, вот обелиск, это по-русски называется, мацева, да. Солдаты, у них стандартная мацева. Да, и там как бы написано стандартно. Такой-то его чин, в котором он как бы погиб, когда он погиб, в каком месте он погиб. Некоторая стандартная надпись. Они вели долгую, ну, как бы долгую, месяц, может быть, делись, недели, борьбу, юридическую борьбу в суде против армии. Армия сказала, что она не даст писать, как бы, вот этот вот носок, такую формулировку. Они добились, и на его могиле были, ну, это мацева, там были добавлены эти слова. Поэтому Раф это говорит. Он хочет, говорит, ну, вот как бы много есть, одни говорят, да, другие говорят, нет, эти бороли за то, что были, а как бы, ну, а сейчас говорит, ну, а какой нормальный подход? Дальше. Дальше. Рихлявин, дворыхат. Нужно понимать одну вещь. Ну да, надо понять одну вещь. Сейчас вот как по-простому мы ему объясним. Дальше. Есть разница между накманутом и местью. Есть накама, есть накманут. Какая разница? Накама – это месть. А накманут – это по-русски мститель. Это воздаяние. Не-не-не, не воздаяние, мститель. Мстительность, шезе, мейда, абэнэш, который исходит от, как бы, темности. Ну да, это отрицательная черта, это плохое душевное качество, скажем так. Есть некая такая справедливое возмездие, а есть некая такая вот… А есть мстительность. Есть разница. Мелочная, мелочная такая… Смотри, ну не надо, не-не-не, это не мелочность. Это, по-русски, мне кажется, хорошо ложится. Есть месть, а есть мстительность. Есть разница между… Я говорю, месть – это справедливое возмездие, а есть… Да, месть – это воздаяние. Мстительность, эгоистическое такое личное желание там сделать кому-то… Да, правильно, есть разница, он человек мстительный. По-русски тоже есть разница, когда человек мстительный, либо там, я не знаю, народный мстительный. Да, есть разница. Окей, дальше. Вот, да. Есть разница между этой мстительностью. И между вот этой вот местью Шезе Хелик Маасиот Ацедок и часть справедливого какого-то Маасиот Ацедок. Это часть справедливого деяния? Да, окей. Он цитирует «Пасух из старых». Я думаю, что это из Баикадов. Да. Если, как это, и кэиш, и ахдо, и паразит побьет человек, раба, 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 кого он там, служить, кто там у него. Умыт хама, там… Погибли от руки его, да. Умыт от руки его, на ком и на кэм, то есть как бы отомстят и… Отомстит, да. Он написан, так написано в Торе. То есть понятие, понятие воздаяния, понятие… То есть кровь там за кровь, там зуб за зуб и прочее. Ну да, типа, да. Зотомер, а не кэп. Сейчас мы прочитаем эту фразу только, потому что там было «зотомер». Он говорит, то есть… Так, 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 как, как, то есть. Сейчас, 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 сейчас. Не безнадь. То есть… Да, сейчас, секунду. Зотомер, а ты дальше. Да, вот на кома нитпесет, левохот, бейнея, шель, яду. И хелек мин, маараха, колэ. Так, нитпесет, нитпесет, как это называется? Ну, то есть месть представляется, нитпесет представляется, схватывается. Представляется, схватывается. Схватывается, левхот, бейнея, шель, ай, яуд. Как бы чем-то низким, что ли? Ну, нет, левохот, как минимум, в глазах. А, левхот, в глазах, ну… В глазах иудаизма. В глазах иудаизма. Кахелет мин, а, маарах. Маарах. Маарах – это система. А, кулэлю. Часть общей системы. Как частей общей системы, да. Как минимум, в глазах, по крайней мере, да, сликка, по крайней мере, по крайней мере, в глазах иудаизма, как часть некоторой общей системы. А, маарах, нет, пасет, пасет, пахот, бейнея, шель, ай, яуд. Ну, он его перебил, ай, ты спрашивает. Так, что он его спросил? Он спрашивает, мы должны мстить за… Мы должны мстить отомстить за пролитую кровь наших, наших людей в этой войне. Да, отвечает Раф. Ну, а как же, естественно. Что Раф отвечает? Естественно, конечно. Раф ведь, конечно. Если ты не отомстишь. Вот сейчас он объясняет разницу между мстительностью и местием. Это как бы недостаток, что ли? Нет, это как будто это… Если ты не отомстишь, это не означает, что как бы у тебя какая-то недовольтворенность, что-то у тебя что-то так… Вот это вот называется… Что-то тебе не хватает, Хессер. Да, это вот это называется мстительность. Ты говоришь, черт, ну надо мне какую-нибудь гадость такую в кофе написать. Надо мне что-то ему сделать. Значит, я жить спокойно не могу. Он говорит, это не то. Это не то, что у тебя такая мелочь. Что-то мне надо врезать такой, иначе гад. Ну, как же так вот так живет, процветает, а он вообще гад. Мне такую подлянку вообще сделать. Это вот не то, он говорит, это не то. Он спрашивает, есть маарах колей, есть общая система, то есть моральные ценности, как бы библейские моральные ценности, ценности яадута. Ну, а есть как бы, ну, грубо говоря, мелочные человеческие чувства. Он говорит, это не это. Это не мелочность, это не то, что тебе что-то отсутствует. А, да, если ты не сделал воздаяния, тогда, тогда будет что-то отсутствовать в мире. Не в тебе лично, не в твое мелкое какое-то чувство, правильно? А какое-то некоторое общее мироздание, если нет воздаяния, если нет мести, тогда, тогда в этом мироздании будет что-то отсутствовать. То есть оно, оно будет как бы погум, оно будет поврежденное. Дальше. Мир сейчас находится в шала шель ар ур. Ир ур, это выступление против, это как бы пренебрежение, выступление против. Лер эр, это, например, апелляция. Вот сделал террор, это апелляция. То есть мир, мир сейчас, он как бы апеллирует против ценностей. То есть он выступает против ценностей. Мир против своих ценностей. А выступает против ценностей. Да, да, да. Ну, в том смысле, что... А там ниграционные и отрицаются отрицационные ценности, как бы отрицаются. Расшатывается, так сказать. Да, окей. Я считаю, как шутцент цивилизацио. Да, уже она... Я считаю, что это цивилизация. Забыла, что за слово означает. Столкновение. А, есть столкновение цивилизаций. Правильно. А улам. А улам. А мусульми, муль а улам. А мусульманский против западных. Да, мир мусульманский против мир западных. Да, дальше. Ма-цамот. Мусульмиму. Как бы рушение традиционных ценностей. Все подвергается сомнению. Ценности, которыми жила иудейская... Я от себя давал. Иудейская, христианская цивилизация подвергается сомнению. Да, все субъективно. Поэтому он говорит, но и в этом вот большом мире, в котором, частью которого мы живем, в котором происходят вот такие вот события, явления, да, он говорит, у нас тоже, то есть в микро, не в макро, а в микро, да, у нас в Гамбе Тухен, между вами в Цехин Леваре, у нас тоже есть вещи. Разъяснить, пояснить. Да, которые следует выяснить. Да, как-то выяснить в общей западной цивилизации, а что вообще происходит. Что вообще в мире происходит. Раф говорит, давайте посмотрим вообще в Мабад Кулей, давайте посмотрим общим взглядом. Это же борьба цивилизации, добра с озлом, это некоторые самые общие вещи. Но он говорит, кроме того, надо пересчитать. Это на нас самих. Надо посмотреть, что с нами вообще происходит внутри вот в аспекте вот этих вот глобальных событий. Да, еще одну фразу. Ну, безусловно. Ну, безусловно. Есть дворин сезвхин бидбара. А ты знаешь, что в Цב�а, למשал, Афка цивилизации, лоя из лягид, ади помешвили лягу. Да, он, хорошо, он называется, он его мэадгер. Что значит мэадгер? Ну, он так немножко припирает его, и он говорит так. Ну, послушай, ну, о чем ты говоришь вообще? Какой вопрос он ему задает? Ну, ты, однако, знаешь, что БЦ, למשал, хотя бы, ну, что, например, в армии, афка цивилизации, лоя из лягид. Ни один офицер не ослабится. Лягид, ани по Бешвиль. Ильинком, да. Я здесь ради отомщения. Ну, да, ни один кацин не может посметь. А, кацин это какой-то выносовый. Афин это офицер. Он скажет, ну, послушай, ты говоришь как будто прописные истины. Правильно, мы это должны принять как бы на веру и вообще считать, что это абсолютно истинно. Но он говорит, это совершенно непрактически нереально. Ни один офицер не может сказать, я тут сейчас в армии, что для того, чтобы как будто мстить. Да его тут же вообще выгонят просто, и все. Трибунал отдадут, что Раф отвечает. Ну да, он продолжает дальше как бы эту тему. Он говорит, ну, они говорят, да. Нет, зато мэр, он говорит, ну, как будто говорится, да, а нарратив свои, ешь, шама прогрессивит. Он говорит, ну, вообще как бы общая линия как бы армейского поведения. Но там, говорит, это такое понятие вообще прогрессивит. Здесь есть линия как бы либеральная, прогрессивная. Это линия вот как бы того субъективизма, который размывает те абсолютные ценности, про которые говорит Рабин. А вот этот ведущий ему говорит, ну, о чем ты говоришь? Ну, понятно, что у нас в армии вообще, не ведущие вообще направления. Это офицеры, которые, вот они находятся в русле этого прогрессивизма. Дальше. Да, умных сны пошел. Это просто христианство? Послушай, это христианские, как бы, наверное, христианские отголоски, все, почему-то прогрессивно, все прочее. Он говорит, это очень просто, это просто отголоски христианства, да. У-ну-с-ри пошел, в смысле. У-у, это, в смысле, вот это вот направление. Мы поняли. А нарратива нут-с-ри умер ша-эр-эха мус-зария яхид ба-оламу ахэм-ла. Дальше. Так. Нарратив, вот христианский вот этот нарратив. Ну, вот единственное, как бы, поведение, линия поведения. Аэр-эх. Аэр-эх, а мус-зария, что вот эта моральная ценность, единственная моральная ценность, ба-оламу ху, единственная моральная ценность в мире, это вот эта милосердие, жалость. Да. И, послушай, мы должны, как бы, сделать... Да, мне кажется, надо уже... Очень интересно, ну, просто, конечно, если там было очень... Мы вдвоем, мы тут вдвоем. Вот ты во время, ты воюешь, ты в армии, вот прям вот реально сталкиваешься с чем-то, и так все, так непросто для тебя все это сказать, что нет, вот я там, я молодец, огурец и вообще... У нас рамки определены, мы, прежде всего, занимаемся ивритом, то есть эмоции, прежде всего, хотим правильно перевести и понять, это был совсем другой иврит, не иврит как бы танохический, а это иврит вообще разговорный, тем более это в студии, живой иврит, ну, мы более-менее продвинулись. Ну, и, кроме того, это, как бы, мне важно даже не только сказать, доказать людям, смотрите, я прав, я, как бы, заорал и все, хотя в этом тоже что-то есть. Мне, прежде всего, важно сказать, понять и обрисовать, как бы, что за кулисами, чтобы вы себя чувствовали, как люди, которые сидят там в зале, в студии, да, и они понимают, о чем идет речь. Поэтому я, как бы, чуть-чуть приоткрываю и говорю не для того, чтобы окончательно доказать правоту Рауа, это, кажется, для себя сам решит, а для того, чтобы, как бы, понять, о чем вообще речь идет. Хорошо? Ну, давайте мы на этом закончим, да? Арслан, Лена, давайте мы на этом закончим. Да, они уже там, они уже там, они уже там заснули, наверное, совсем. Ну, думаю, надеюсь, что нет. И, соответственно, определимся, скажете, если хотите, мы на следующем занятии, да, у нас даже меньше половины осталось, мы это дело закончим. Либо вернемся к нашим, но если не баранам, то судьи. Я бы закончила, ну, как ребята, ну, не знаю. Ну, обсудим. Да, я тоже, потому что лучше было бы там, ну, читать там Ханана Парата, что-то читаем Зальца. Нет проблем. Ну, как, в качестве эксперимента мы посмотрели, в основном поняли, о чем идет речь. Да, было неплохо, супер. Да, ничего супер нового, как бы, нету. Я думаю, что дальше будет более-менее, как бы, продолжение. Ничего супер нового, как бы, не будет. Вот, но, во всяком случае, такой взгляд внутри, как бы, жизни современного Израиля, актуальные события, тем более Рафшерки, это интересно. Но мы посмотрели, плюс иврит, и все такое. Хорошо? Все, тогда я на этом как бы останавливаю запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!